Терпетросяна Внимательно посмотрите на меня и скажите, похож ли я на реинкарнацию кого-то? Вы знаете, я вообще публичный политик. И, между прочим, после совершеннолетия, в принципе, с 16-ти годов я живу публичной жизнью. Потому что сперва я работал как журналист, и с 1991 года фактически можно проследить, чем я занимался фактически ежедневно. Я имею в виду, что невозможно, что я имел каких-то теневых связей, и об этом, каких-то связей, о чем наше общество не было бы информировано. Наши политические отношения с Ливоном Терпетросяном закончились в 2012 году. И это было зафиксировано публично. И весь этот процесс, не то, что вот пришел день, и мы сказали, что все, наши политические отношения заканчиваются. Это был довольно-таки долгий и публичный процесс. Там были статьи, я написал серию статей в конце 2011 года. И после этого, в 2012 году, мы разорвали все политические связи. После этого я создал, начал свою политическую инициативу. И фактически никаких ни идеологических, ни организационных, ни политических связей после этого с Терпетросяном я не имел. Вообще никаких. И не имею. И после избрания на пост премьер-министра Армении, когда я был избран на этот пост, господин Терпетросян захотел со мной встретиться. Он сказал, что у него есть очень важная информация. И мы встретились на правительственной даче. И мы поговорили. И это была наша единственная встреча после 2012 года. Спасибо. Между прочим, между прочим, я начал свою политическую деятельность в 2006 году. И Левантар Петросян вернулся в политику в 2008 году. Да, я был. Это известный факт. В 2007 году он, когда начал предпринимать шаги, чтобы вернуться в публичную политику, он был кандидатом в президенты. Я был членом его предвыборной кампании, как и большинство представителей большинства оппозиционных партий в Армении. Но после этого все... И до, и после этого все публично. То есть после 2012 года у меня не было и нет никаких политических связей с господином Терпетросян. А что у него была тогда за информация, когда вы встречались? Да, кстати. Он передал мне кое-какую информацию про переговорные процессы по Нагорному Карабаху. Но уже я тогда прокомментировал, что... Я не помню, правда, когда это произошло, наша встреча. Может, в июле? Может, в конце июня? Я точно не помню. Но фактически вся информация, которая была передана господином Терпетросянам мне, фактически я уже был информирован, и я тогда сказал, что он ничего нового для меня не сказал. То есть после... Я уже тогда был премьер-министром, и логично, что один из первых дел было запросить информацию о переговорном процессе, по Нагорному Карабаху. То есть я уже был знаком с этой информацией. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...